Еще раз всем добрый день. Рада, что мы сумели собраться на таком вебинаре. Я сегодня расскажу об изменениях по НДС и налогу на прибыль, которые ждут нас с 1 января 2021 года. А также обсудим поправки, которые были приняты в октябре и ноябре, но вступили в силу задним числом. Практика показывает, что не все о них знают, и вот мы сегодня на них остановимся. Сразу хочу сказать, что в течение 2020 года в связи с коронакризисом законодатели приняли массу поправок в налоговый кодекс. Многие из них вступали в силу также задним числом. И в частности эти поправки касались, если говорить о налоге на прибыль, например. Они касались порядка учета расходов, которые несут работодатели в связи с профилактикой коронавируса. Также касались учета некоторых субсидий из бюджета на коронавирус. И также хочу напомнить, законодатели дали возможность некоторые виды благотворительной помощи учитывать в составе расходов по налогу на прибыль. Вот об этих поправках я уже рассказывала на прошлых вебинарах. И если вам интересны эти вопросы, вы, безусловно, можете посмотреть записи наши на YouTube и на нашем сайте. На сайте компании «Правовеста Аудит». Или задавайте вопросы, и я с удовольствием что-то поясню. Вот по тем поправкам, которые были в 2020 году. Сегодня я хочу остановиться на так называемых ретроспективных изменениях. Прошу прощения. Которые были приняты в ноябре по налогу на прибыль и стали распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Здесь на что хотелось бы обратить внимание. Ну, законодатели, скажем так, опять же пошли навстречу тем налогоплательщикам, которым нужно оказать финансовую помощь. То есть кто-то получал субсидии из бюджета, связанные с коронакризисом. Прошу прощения, что же такое-то? Кто-то получал субсидии из бюджета, связанные с коронакризисом. Кто-то не получал. Кому-то этих денежных средств не хватило. Кто-то там, может быть, кредиты льготные получал. Но в любом случае многим компаниям помощь финансовую оказывали их участники, их учредители. И здесь, как я уже сказала, законодатели внесли ряд изменений. Они вступили в силу с задним числом с 1 января 2020 года. И, на мой взгляд, расширяют перечень финансовой помощи, которые можно получить от участников и не облагать эту финансовую помощь налогом на прибыль. На мой взгляд, когда участники оказывают финансовую помощь своей компании, возможно, три варианта. Это просто деньги, финансовая помощь, это вклад в имущество, или это выдача процентных и беспроцентных займов. И хочу заметить, что вот по всем трем пунктам законодатели внесли изменения в налоговый кодекс. Давайте посмотрим, что же здесь меняется. И, на мой взгляд, в лучшую сторону. Ну, первое. В налоговом кодексе есть такая замечательная норма под пункт 11 пункта 1 статьи 251, которая позволяет не облагать подарки от учредителей. И до 1 января 2020 года вот эта замечательная норма позволяла не облагать подарки от учредителей, если доля участника была более 50%. То есть, что это означало? Что если у меня два участника с долей 50 на 50 у каждого, то вот эта замечательная норма про подарки не работала. С 1 января 2020 года задним числом эти изменения вступили в силу. Как я уже сказала, законодатели расширили перечень помощи от участников или дочерней компании. И теперь, то есть той помощи, которая не облагается налогом на прибыль. И теперь, чтобы помощь от участника не облагалась налогом на прибыль, его доля в уставном капитале компании должна быть не менее 50%. То есть, когда у меня два учредителя с долей 50 на 50, эта норма уже может работать. Причем, обратите внимание, учитывается теперь не только прямое участие, но и косвенное участие. То есть, поясню на примере. Предположим, у меня есть ООО «Ромашка», который учредитель ООО «Лютик». «Лютик» — стопроцентный учредитель гвоздики. Вот эта «Ромашка» со стопроцентной долей в «Лютике», а «Лютик» в гвоздики, косвенно участвует в гвоздики. Ее доля участия косвенного, в моем примере, будет составлять те же 100%. И поэтому, если «Лютик» захочет оказать финансовую помощь гвоздики, то есть, она не является его непосредственным учредителем, но участие косвенное в этой гвоздике, то у гвоздики такая финансовая помощь может не облагаться налогом на прибыль при соблюдении иных условий. Что касается иностранных участников, которые хотят оказать помощь своей компании, то здесь ограничения прежние, норма под пункт 11 пункта 1.251 статьи будет работать, если иностранное лицо, которое оказывает финансовую помощь своей компании, не зарегистрировано в государстве, входящих в черный список офшоров, утвержденный Минфином. Что еще интересного? Вот помимо доли участия в уставном капитале поменялось. Расширили перечень видов подарков, которые могут не облагаться налогом на прибыль. То есть до 1 января 2020 года от налогообложения освобождались только подарки, будем говорить, от участников в виде имущества. А с 1 января 2020 года задним числом этот перечень расширили и освобождаются от налогообложения теперь подарки не только в виде имущества, но и имущественных прав. Ограничение по передаче имущества и имущественных прав осталось прежнее, то есть если вы получили деньги от своего участника с долей в уставном капитале не менее 50%, или оказали помощь дочерней компании, в которой доля у вас не менее 50%, то у получающей стороны дохода, облагаемого налогом на прибыль, не возникает, и деньги получающая сторона может деть куда хочет. Можете купить что хотите, расходы по тем приобретениям, на которые вы потратили эту финансовую помощь, учитываются в целях налога на прибыль в обычном порядке. Но если мы от участника получили имущество или имущественные права, то чтобы соблюдалась вот эта замечательная норма, которая позволяет не облагать подарки от участников, подарки, то есть имущество и имущественные права, не должны быть переданы третьим лицам, соответственно, в течение одного года. Если мы это условие нарушим, нам придется вернуться на дату получения имущества или имущественных прав и признать вне реализационный доход, соответственно, обложить его налогом на прибыль. Теперь давайте посмотрим, а какие преимущества нам дает то изменение, что теперь мы можем получать подарки от участников с долей не менее 50% в виде имущественного права. То есть что бы это могло быть, что не будет облагаться налогом на прибыль. Ну, на мой взгляд, прежде всего, это право пользования чем-либо. То есть по общему правилу, когда компания получает что-то в безвозмездное пользование, у нее образуется вне реализационный доход в виде безвозмездно полученного имущественного права. И поэтому каждый месяц или каждый отчетный период компания, которая получила что-то в безвозмездное пользование, должна признавать вне реализационный доход, виртуальный вот такой, в виде сэкономленной стоимости арендной платы, которую она не заплатила за это имущество. И, на мой взгляд, с 1 января 2020 года, если вы получили в безвозмездное пользование имущество от своего участника с долей в уставном капитале не менее 50%, то вне реализационного дохода, облагаемого налогом на прибыль, в такой ситуации быть не должно. То, что право пользования является имущественным правом, не оскаривает. И Минфин давал соответствующее разъяснение, и было информационное письмо президиума у вас. То есть, на мой взгляд, при безвозмездном пользовании, если договор заключен с участником, у которого доля в уставном капитале не менее 50%, с 1 января 2020 года вне реализационного дохода, облагаемого налогом на прибыль, возникать не должно. Но здесь, опять же, не забываем, что если вы получили что-то в безвозмездное пользование, в течение года не можете это имущественное право передать третьим лицам. На мой взгляд, если вы передадите это имущество в аренду или тоже в безвозмездное пользование в друг другой компании, то под пункт 11, пункт 1, 251 статьи, соответственно, работать не будет. То есть, как только мы это сделаем, все непризнанные доходы, рыночную стоимость арендной платы за последний год, вот ее нужно будет, на мой взгляд, включить в состав нереализационных, облагаемых доходов. Но многие сейчас подумали, ну, как замечательно, давайте заключим договоры со своим учредителем, возьмем у них что-нибудь в безвозмездное пользование. Такие доходы у нас теперь не облагаются. Здесь хочу обратить внимание, что не все так замечательно. То есть, нужно посмотреть и на налоговые последствия той стороны, которая нам будет передавать в безвозмездное пользование. То есть, если судодатель, то есть, та сторона, которая нам передает что-то в пользование безвозмездное, предоставляет нам вот это имущество безвозмездное пользование, то для НДС это считается как услуга. Если судодатель, плательщик НДС, то каждый месяц, да, каждый квартал, опять же, с рыночной стоимости арендной платы по безвозмездному пользованию, судодатель должен начислять НДС и уплачивать его бюджет. Кроме того, пока та сторона, которая передает имущество в безвозмездное пользование, да, вот передает его в безвозмездное пользование, если она передает основное средство, судодатель теряет расходы в виде амортизации. Хочу напомнить, что с 1 января 2020 года были внесены изменения в налоговый кодекс, и теперь основные средства, которые передаются в безвозмездное пользование, они не исключаются из состава амортизируемого имущества, они амортизируются, но просто амортизация не учитывается в расходах. То есть, например, если компания купила, предположим, автомобиль, да, это амортизируемое имущество, да, основное средство, этот автомобиль передала, предположим, своей дочерней компании безвозмездное пользование. Автомобиль амортизируется в налоговом учете, но амортизация в расходах по налогу на прибыль не учитывается. Предположим, через два года забрали из безвозмездного пользования этот автомобиль и решили продать. Что будет в расходах у этой компании? В расходах будет остаточная стоимость автомобиля, а она уменьшила, то есть остаточную стоимость первоначально минус сумма начисленной амортизации, которую мы в расходах не учитывали. Поэтому получается, что за время безвозмездного пользования компания-судодатель теряет расходы по налогу на прибыль в виде амортизации такого имущества. В связи с изменениями уже стали поступать вопросы, а действует ли новая норма в обновленной редакции, если материнская компания прощает своей дочерней компании какой-то долг. За товар, работа, услуги, по займам и тому подобное. То есть может ли применяться эта норма? Но прежде всего, чтобы ответить на вопрос, нужно понять, а при прощении долга что происходит вообще? То есть когда компании прощают долг, что получает компания? На что-то получает? То есть вот на мой взгляд, прощение долга можно было бы квалифицировать как получение безвозмездно имущественного права, право требования к самому себе. Но я посмотрела мнение юристов по этому вопросу и поняла, что здесь квалификация прощения долга в качестве передачи права требования, имущественного права к этой компании не столь однозначна. И более того, прощение долга это один из способов прекращения обязательств по первоначальному возмездному договору. Поэтому не исключено и даже, я бы сказала, велика вероятность того, что налоговый орган будет квалифицировать прощение долга не как получение безвозмездно имущественных прав, а как просто списание кредиторской задолженности. А когда мы списываем кредиторскую задолженность, то пункт 18 статья 265 говорит, что при списании кредиторской задолженности по любым основаниям у нас возникает нерелиционный доход. И исключения из этого правила составляют только подпункты 21, 21.1 и так далее. Перечислять не будут статьи 251. То есть мы не видим среди этих исключений нашего подпункта 11, пункта 1 статьи 251, который освобождает от налогообложения подарки от наших учредителей. Вот поэтому я бы все-таки настраивалась на то, что при прощении долга материнской компании, своей дочерней компании следует признать в нерелиционный доход. То есть подпункт 11, пункта 1 статьи 251 не работает. Если Минфин разъяснит что-то иное, замечательно, можете направить запрос в Минфин, если он вам разъяснит что-то иное, я только порадуюсь. Но пока, как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему. Да, из разъяснений Минфина прошлых можно сделать вывод, что, например, когда прощается займ и проценты по займу, Минфин квалифицировал такие операции именно как передачу имущественных прав. Но я не исключаю, что его позиция сейчас может измениться. Я хочу сказать больше, что когда речь шла о прощении займа, Минфин в 2015 году, в частности, расценивал прощение займа, вот само тело займа, как получение денежных средств безвозмездно и говорил о том, что подпункт 11, пункта 1 статья 251 может работать. Ну, вот, как видим, в 2019 году Минфин уже квалифицировал и прощение займа, и прощение процентов как передачу имущественных прав. Но, вот, на мой взгляд, скажем так, есть вероятность отсудить, да, если нам прощают займ, да, и прощает это, и прощение долга осуществляет наш участник с долей в нашем уставном капитале не менее 50 процентов, есть хороший шанс отстоять в суде, что само тело займа – это получение денег, да, то есть норма подпункта 11 об освобождении подарков от участников должна работать. Но если нам прощают долги, будем говорить, по тем расходам, которые мы учли в целях налогообложения, то шансов на выигрыш в суде, на мой взгляд, нет. Вы знаете, я вот вспомнила, да, что как-то мы подзабыли про эту норму, была у нас в пункте 3.7, пункта 1 статья 251, и когда-то вот такая норма, которая говорила о том, что даже при прощении долга, да, не возникает доход, облагаемый налогом на прибыль, если этот долг прощается участниками в целях увеличения чистых активов. И пошли много судебных решений, когда прощались и проценты по займу, и займы, то есть суды не оспаривали, что прощение долга по самому займу, да, это не вне реализационный доход, хотя там не всегда увеличилось у компании размер чистых активов, да, но в отношении процентов суды были категоричны. Вот мне, к сожалению, не нашло, не удалось найти того старого судебного решения, когда суд сказал, что вроде бы формально правильно, то есть вы прощаете долг, да, прощение долгов в целях увеличения чистых активов не должно облагаться налогом на прибыль. Но, сказал суд, вы же, если речь идет, тогда шла речь о процентах, о прощении процентов по процентным займам, и суд сказал, что если мы будем применять вот буквально эту норму, то применение этой нормы стоит в неравное положение техноплательщиков, которые учитывают расходы методом начисления и кассовым методом. То есть что сказал суд? Вот он сказал то, что сейчас вы видите на экранах, да, более поздний суд сказал, что когда нам прощают займ по тем, ой, простите, когда нам прощают те долги по расходам, которые мы учли в расходах по налогу на прибыль, у нас получается двойной учет, можно сказать, одних и тех же расходов в целях налогообложения. То есть суд сказал, вот у вас метод начисления, вы получили, например, займ под проценты, и эти проценты при методе начисления вы учитывали в расходах, проценты не заплатили, и долг за проценты вам простили. То есть вы опять не хотите признать вне реализационный доход, а при этом учли те расходы, которые вы фактически не понесли. То есть если бы вы применяли кассовый метод до тех пор, пока эти проценты не были пооплачены, расходов не было. Вот тогда, если бы вам их простили, тогда и доходов тоже не было. То есть суды сказали, что при таких операциях, по сути, налогоплательщики должны выйти в ноль. Поэтому резюме, исходя из судебной практики, если речь идет о долгах, которые вы учли в расходах по налогу на прибыль, вам эти долги прощают, то, на мой взгляд, с вероятностью до 99% можно сказать, что при проверке налоговый орган будет включать этот прощенный долг как списание кредиторской задолженности в состав нереализационных доходов. А в отношении прощенных займов, на мой взгляд, в общем-то, здесь ситуация довольно скользкая. Есть шансы выиграть в суде, что прощение займа не должно облагаться налогом на прибыль, если доля участника, который прощает вам займ, не менее 50% в уставном капитале. Какой еще способ помочь своей компании предусмотрен налоговым кодексом? Это вклад в имущество. Вот если доля участника меньше 50%, а он очень хочет оказать помощь своей компании, то вклад в имущество, на мой взгляд, это вот как раз единственный, наверное, вариант, когда можно получить деньги от такого участника и не облагать их налогом на прибыль. Но если даже доля участника не менее 50% в уставном капитале, то вклад в имущество, на мой взгляд, все равно оформлять выгоднее. С точки зрения последующих налоговых последствий. Сейчас объясню. Но первое, вклад в имущество у нас не облагается налогом на прибыль, независимо от доли участника, который делает этот вклад. Вклад в имущество в целях налогообложения не облагается, если он произведен и имуществом, и имущественными, и неимущественными правами. Но здесь, на мой взгляд, единственный минус, чтобы сделать вклад в имущество, и чтобы он не облагался у получающей стороны, нужно соблюсти все формальности, предусмотренные гражданским законодательством. То есть открываем закон ОБО, открываем закон об акционерных обществах и смотрим, как именно должен быть оформлен вклад в имущество. Вклад в имущество – это не вклад в уставный капитал, учредительные документы не затрагиваются, но собрание нужно провести, в частности, в ООО, принять решение о вкладе в имущество и так далее. И я хочу заметить, что, например, законом ОБО есть ограничения по передаче имущественных прав в качестве вклада в имущество, то есть не все имущественные права можно передавать в качестве вклада в имущество, и поэтому это тоже нужно учитывать. То есть минус здесь я вижу только один, здесь, как скажем, усложнен документ дооборот по сравнению с просто финансовой помощью от участников. Но зато плюсов значительно больше. То есть, как я уже сказала, не облагается такая финансовая помощь в качестве вклада в имущество, независимо от доли участника в уставном капитале. И если вдруг наш участник захочет потом вернуть этот вклад в имущество, такой процедуры, правда, нет, но в налоговом кодексе написано, что если та компания, которая сделала денежный вклад в имущество, безвозмездно даром своему участнику перечисляет денежные средства, в пределах этого денежного вклада, то вот этот возврат денежного вклада у получающей стороны участника, если эта компания налогом на прибыль не облагается. Поэтому если ваш участник юридическое лицо, и вдруг он думает, потом получу обратно эти денежки, то можно оформить вклад в имущество. При этом эта норма распространяется, и даже если вклад в имущество делать иностранное лицо, и независимо от того, когда был произведен вклад в имущество, то есть вот 5 лет назад. А с 2021 года будет еще один плюс отмесения денежного вклада в имущество. То есть, по сути, с 2021 года денежный вклад в имущество приравняют к оплате вклада в уставный капитал. То есть, если потом участник захочет продать долю, в ООО, куда он сделал вклад в имущество, или выйти из ООО, или продаст акции компании, в которой он делал вклад в имущество, то в расходах для определения финансового результата, будь то это дивиденды, при выходе из ООО считается такой доход, как дивиденды, применяются дивидендные ставки, или это будут доходы от реализации ценных бумаг, в расходах будет не только оплаченная стоимость доли в уставном капитале, или стоимость акций, но и денежный вклад в имущество за минусом тех денег, которые компания получила в качестве, будем говорить, возврата вклада в имущество. Поэтому, на мой взгляд, если есть время, если вы чувствуете силы в юридическом оформлении таких операций, то лучше оказывать финансовую помощь своей компании именно в качестве вклада в имущество. Что еще? Еще довольно часто компании предоставляют своим, опять же, дочерним компаниям, как правило, займы делают это под проценты, может быть, даже символические, или вообще предоставляют беспроцентные займы. Вот если речь идет о беспроцентных займах по договорам, которые заключены между двумя резидентами, то здесь вообще никаких налоговых последствий быть не должно. Хочу напомнить, что проценты по долговым обязательствам мы учитываем в доходах и расходах в соответствии с статьей 269 Налогового кодекса. И проценты в доходах и расходах по долговым обязательствам мы учитываем, исходя из рыночных цен, только в том случае, если сделки наши относятся к категории контролируемых. Если говорить о договорах займа между двумя резидентами налоговыми, то еще с 2017 года сделки по беспроцентному займу к категории контролируемых не относятся. Поэтому если у нас два россиянина друг друга удалил займ беспроцентный, то налога на прибыль ни у кого не возникает. А если говорить об иностранных компаниях, то есть мы получили от иностранного участника займ беспроцентный, то в этом случае контролируемая сделка может считаться, то есть сделка по выдаче займа может считаться контролируемой, если объем всех сделок за год превысит 60 миллионов рублей. Причем в эти 60 миллионов рублей сам займ не включается, туда включаются только те доходы, которые, будем говорить, стороны могли бы получить, и они бы учитывались в целях налогообложения. То есть если говорить о займах, то только проценты по займу. Поэтому договоры беспроцентного займа заключенными с нашими взаимозависимыми иностранными лицами могут быть контролируемыми, если у нас есть еще какие-то договоры с объемом доходов за год, более 60 миллионов рублей. Да и то, если мы получили от иностранного взаимозависимого лица беспроцентный займ в иностранной валюте, то вот здесь в 2020 году, в 2021 совершенно никаких налоговых последствий даже по контролируемым сделкам возникать не должно. Дело в том, что здесь уже даже не столько иностранных лиц это касается, сколько всех сделок контролируемых по выдаче займов под проценты. То есть хочу напомнить, что когда мы получаем долговые обязательства от взаимозависимых лиц, и эти долговые обязательства договора считаются контролируемыми сделками, то мы признаем в доходах и расходах проценты, исходя из рыночных цен. Но если наши проценты по договору укладываются в интервал, предусмотренный пунктом 1.2 ст. 269, то проценты мы учитываем в доходах и расходах вот в пределах этого интервала. То есть если мы кому-то выдали займ, как нам кажется, под слишком низкие проценты, то в доходах по контролируемым сделкам мы должны включить проценты, исходя из нижнего предела интервала, предусмотренного пунктом 1.2. Если мы, наоборот, получили займ под слишком высокие проценты по контролируемой сделке, то в расходах мы можем учесть расходы в пределах максимального размера интервала. И здесь хочу обратить ваше внимание, что на 2020-2021 года, вот опять же задним числом, законом 374 ФЗ 23 ноября 2020 года установлены специальные антикризисные интервалы. То есть минимальный процент по рублевым долговым обязательствам по договорам между резидентами Российской Федерации в этом году и в следующем снижен до нуля процентов. То есть если я даже займ получила по контролируемой сделке от своего, скажем, российского, от своего российского учредителя под 0,01% годовых, и такая сделка будет относиться к контролируемой, то есть, прошу прощения, не получила, а выдала под 0,01% годовых по контролируемой сделке, то значит 0,01% годовых я и признаю в доходах. Если получила под так называемые большие проценты, то обратите внимание, и максимальный размер по рублевым долговым обязательствам между резидентами тоже увеличен. на 2020-2021 год был 125% ключевой ставки, стал, да, был, стал, то есть его расширили до 180% ключевой ставки, да. Вот, поэтому, а если мне выдали займ в иностранной валюте по контролируемой сделке, то и в доходах, и в расходах, или я выдала займы в иностранной валюте, то и в доходах, и в расходах я признаю тоже проценты в пределах интервала, и по долговому обязательству в иностранной валюте минимальный интервал также на 2020-2021 год снижен до 0%, да, то есть если я выдала под 0,01% в иностранной валюте, то, соответственно, у меня 0,01% в иностранной валюте также и будет. Также хочу заметить, что у многих компаний, у которых иностранные участники, да, возникает так называемая контролируемая задолженность, то есть когда у меня долг перед иностранным взаимозависимым лицом, моя задолженность может быть признана контролируемой, и в этом случае проценты в расходах я учитываю в пределах норматива, которые должна сама рассчитать, то есть если мои чистые активы в три раза меньше размера долговых обязательств. И обратите внимание, что на 2020-2021 год по контролируемой задолженности в иностранной валюте по долговым обязательствам, возникшим до 1 января 2020 года установлены специальные правила, то есть величина контролируемой задолженности определяется по курсу Центробанка, но этот курс не должен превышать курс на 28 февраля 2020 года, а величину собственного капитала для того, чтобы понять, нормировать нам проценты или не нормировать, мы должны определить без учета положительных и отрицательных курсовых разниц, которые возникли у нас 28 февраля 2020 года на последнее число отчетного периода, на который мы производим расчет коэффициента капитализации. Вот на это тоже хотелось бы обратить внимание. С финансовой помощью, будем говорить, участников закончили, да, что еще, да, чем порадовали нас законодатели, то есть продолжим изучать изменения, которые вступили в силу за одним числом в ноябре 2020 года. С 1 января 2020 года средства на эскроу-счетах приравняли к целевому финансированию застройщиков, напомню, что до 1 января 2020 года целевым финансированием застройщиков считались только денежные средства на его расчетном счете, которые поступили от дольщиков, а эскроу-счета – это не счета застройщика, да, это счета в банке. Вот, и с 1 января 2020 года законодатели устранили эту несправедливость, указав, что да, будем считать, что средства на эскроу-счетах, которые потом, да, получат застройщик, приравнены к средствам целевого финансирования. При этом те расходы, которые будут компенсированы за счет средств на эскроу-счетах, застройщик тоже должен учитывать так, как при целевом финансировании, то есть расходы по налогу на прибыль не учитывают. На мой взгляд, прежде всего, эти изменения важны для застройщиков, которые упрощенку применяют, потому что без этих изменений они рисковали слететь с упрощенной системой налогообложения, а, на мой взгляд, у платежчиков налога на прибыль, застройщиков особых проблем не было, поскольку, если судить по разъяснениям Минфина в отношении налога на добавленную стоимость, то Минфин говорил о том, что если мы чистый застройщик, то есть сами строительно-монтажные работы не выполняем, не выполняем функции подрядчика, то в этом случае при выполнении, при передаче построенного объекта дольщикам объекта обложения НДС, в частности, реализации этого объекта не возникает. Но раз нет реализации в целях НДС, то и в целях налога на прибыль реализации тоже не было. То есть, поэтому, на мой взгляд, максимум, что грозило застройщику по налогу на прибыль при получении средств из кровоощитов, это вне реализационный доход, да, и в той же сумме, ну, в сумме в этой же, ну, не в этой же, да, а учет расходов, которые компенсируются на строительство. Вот, ну, такие изменения есть, и поэтому их, безусловно, нужно учитывать. Также хочу заметить, что с 1 января 2021 года возвращаются старые правила уплаты авансовых платежей. Напомню, в 2020 году законодатели вводили специальный порядок перехода на уплату авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли. То есть, в 2020 году налогоплательщики могли перейти на уплату авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли с любого отчетного периода. Это можно было сделать по итогам 4 месяцев, 5 и так далее. По общему правилу поменять способы уплаты авансовых платежей налогоплательщик может с начала каждого года, внеся изменения в учетную политику и представив соответствующее уведомление в налоговую инспекцию. Поэтому хочу напомнить, что менять в 2021 году общий установленный порядок уплаты авансовых платежей на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли в течение года будет нельзя. Это можно сделать будет только с 1 января 2021 года. Поэтому время еще есть. Посмотрите, как вам выгоднее уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль. То есть, если вдруг в 2020 году вы перешли на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли, не понравилось. Сейчас есть время вернуться на ежеквартальную отчетность и уплату авансовых платежей в течение квартала. Или если наоборот вы подумали, что же мы не перешли в 2020 году на уплату авансовых платежей по факту, то тоже есть сейчас время до 31 декабря. То есть вы можете это сделать с 1 января 2021 года, представить соответствующее уведомление в налоговую. Но, безусловно, если принимать решение о переходе на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли, то нужно учесть еще одну норму, которая, на мой взгляд, делает бессмысленный переход на уплату авансовых платежей по факту. И даже уплата авансовых платежей по факту в такой ситуации может нанести даже вред компании. Хочу напомнить, что не все компании, которые отчитываются ежеквартально, обязаны уплачивать ежемесячные авансовые платежи в течение квартала. Если ваши доходы от реализации в среднем за предыдущие 4 квартала не превышают 15 миллионов рублей, а в 2020 году этот критерий был установлен в размере 25 миллионов рублей, нужно уплачивать только авансовые платежи по итогам квартала. То есть, например, когда вы сдавали декларацию за 9 месяцев, нужно было посмотреть, какие у вас средние доходы от реализации были за последние 4 квартала. Нужно было взять доходы от реализации за 9 месяцев, это 3 квартала 2020 года, прибавить доходы от реализации, строка 010, будем говорить декларации, доходов от реализации за 4 квартал 2019 года поделить на 4. Если эта сумма оказалась больше 25 миллионов рублей, надо было начислять ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2020 года и на 1 квартал 2021. Если эта сумма оказалась 25 миллионов рублей и менее, ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2020 года и на 1 квартал 2021 года начислять было не нужно. В этом случае вы должны были заплатить налог только по итогам 2020 года, то есть в течение четвертого квартала авансовые платежи уплачивать было не нужно. И вот эти правила, хочу заметить, только уже с 15 миллионов рублей, с 1 января 2021 года, тем компаниям, у которых выручка плюс-минус 15 миллионов рублей в среднем за квартал, нужно повторять при каждой сдаче декларации, то есть для решения вопроса, надо ли начать ежемесячные авансовые платежи на следующий квартал. Если вы укладываетесь в этот норматив, то понятно, что надо оставаться на отчетности по итогам квартала, так вы не будете изымать дополнительные денежные средства для уплаты авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли. Значит, резюме, то есть каждый должен сам решить, как ему выгонить и уплачивать авансовые платежи и отчитываться по налогу на прибыль, но те компании, у которых доходы от реализации плюс-минус 15 миллионов рублей, обратите внимание. Значит, если вы не начислили ежемесячные авансовые платежи на четвертый квартал, потому что укладывались в норматив 25 миллионов рублей. С 1 января 2021 года вот этот норматив 25 миллионов рублей все перестает действовать, хотя Минфин сказал, что он не против, чтобы внесли изменения в налоговый кодекс и оставили 25 миллионов рублей пожизненно, а не 15. Если изменений не будет и останется 15, то возникает вопрос, как действовать тем компаниям, которые по итогам 2020 года не уложатся в новый норматив. То есть вы можете как в 25 миллионов рублей по итогам 2020 года не уложиться, так и в 15. То есть вы берете доходы от реализации за 2020 год, поделили на 4 и поняли, что не укладываетесь в норматив, который будет действовать на 1 января 2021 года. А ежемесячных авансовых платежей на первый квартал вы себе не начислили. Возникает вопрос, что в этом случае делать? На мой взгляд, ну как бы ничего формально, да, потому что авансовые платежи первого квартала равны авансовым платежам четвертого квартала. Раз у меня их не было, то платить я не должна. Но Минфин считает иначе, и налоговая служба считает иначе. В такой ситуации они считают, начиная с первого квартала, ежемесячные авансовые платежи компания должна начинать платить. И даже предлагает представить уточненку за 10 месяцев и в соответствующем разделе начислить себе ежемесячные авансовые платежи на первый квартал. Но если вдруг вы этого не сделаете, забудете заплатить ежемесячные авансовые платежи в первом квартале, то единственное, что вам грозит, это пение. То есть никаких штрафных санкций за то, что вы не заплатите ежемесячные платежи в первом квартале нет. И также хочу напомнить, что по итогам 2020 года мы сдаем декларацию по налогу на прибыль по новой обновленной форме. Там учтены прошлые изменения в налоговый кодекс, учтены изменения, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Изменений, в общем-то, немало по налогу на прибыль. Напомню о некоторых из них, о тех, которые могут быть интересны многим компаниям. Значит, первое, обратите внимание, особенно если вы выплачиваете дивиденды, что с 1 января 2021 года многие соглашения об избежании двойного налогообложения будут пересмотрены. В частности, уже есть договоренность с Кипром и, забегая вперед, с Мальтой. И с 1 января 2021 года доходы в виде дивидендов и процентов будут облагаться по ставке 15%, а по ставке 5% будут облагаться дивиденды там только по публичным компаниям в определенных случаях. Также хочу заметить, что многие международные соглашения с 1 января 2021 года будут применяться с учетом международной конвенции об отмывании, простите, противодействии размыванию налоговой базы. И здесь хочу заметить, что, в принципе, ничего вот прям экстра нового не случится, потому что, по сути, эту конвенцию мы уже применяем давно. Еще в 2018 году ФНС разъясняла, как мы должны отслеживать фактических получателей дохода. То есть, иными словами, если иностранец хочет, чтобы к нему применялись соглашения об избежании двойного налогообложения, он должен нам доказать, что он имеет право на фактическое получение этого дохода, что он реальный бенефициар. И мы это делаем уже давно, это наша статья 312 налогового кодекса. То есть, перечень документов, которые мы хотим получить от иностранного партнера, приведет в письме Минфина у вас на экранах, в материалах к семинару тоже вы сможете это посмотреть. Поэтому ничего нового, на мой взгляд, с введением конвенции, ратификации ее многими странами не случится. То есть, мы по-прежнему будем требовать документы и удостоверяться, что те, кому мы выплачиваем доход, действительно резиденты того государства, с которым у нас заключено соглашение, и они осуществляют там реальную предпринимательскую деятельность. В продолжение темы, не могу не сказать о, на мой взгляд, революционном письме Минфина о промежуточных дивидендах. Наконец-то Минфин черным по белому разъяснил, что если компания выплачивает в течение года промежуточные дивиденды, но по итогам года чистой прибыли не случилось, в смысле она оказалась меньше, чем сумма выплаченных дивидендов, то выплаченные дивиденды не переквалифицируются. То есть, как были дивидендами, так и остались. То есть, по крайней мере, спорная ситуация, вот поэтому, на мой взгляд, ушла. И, безусловно, это разъяснение, в первую очередь, в плюсом тем компаниям, которые выплачивают дивиденды своим иностранным партнерам. Также, на что хотелось бы обратить внимание. С 1 января 2021 года изменяются условия применения нулевой ставки при реализации долей в уставном капитале и акции компаний. Ну, с вашего позволения, я чуть покороче на этом остановлюсь. То есть, просто не каждый день вы продаете доли в уставном капитале, которыми владели больше пяти лет, или там акции компаний, которыми владели больше пяти лет, чтобы применять нулевую ставку. Поэтому, если вы будете это делать, вы откроете статью 284.2 и посмотрите, какие условия нужно соблюсти. Если говорить укропненно, то самое главное изменение. Нулевая ставка при реализации долей и акций компаний, которыми вы владели более пяти лет, может применяться в том числе не только при реализации российских компаний, но и при реализации долей и акций в иностранных компаниях. Так, значит, это про иностранные компании. И обратите внимание, если вдруг будете продавать долю в уставном капитале, что с 1 января 2021 года для нулевой ставки по налогу на прибыль нужно выполнить еще одно условие. То есть помимо владения более пяти лет долей в уставном капитале необходимо, чтобы активы этой компании, долю которой мы продаем, составляли не более 50% в доле активов недвижимости, находящейся на территории Российской Федерации. Вот на это хотелось обратить внимание. Также изменения ждут IT-компании. Прежде всего, ну, скажем так, не очень хорошие изменения для тех, кто применял налоговые преференции. Значит, IT-компании, которые сейчас могут учитывать в расходах затраты на электронную числительную технику без начисления амортизации, да, то есть сразу, например, учитывать расходы на приобретение сервера, условно говоря, без амортизации в целях налога на прибыль, с 1 января 2021 года лишаться этого права, пункт 6 статьи 259 перестанет существовать, поэтому нужно ввести изменения, соответствующие в учетную политику, но, будем говорить, в целях компенсации для IT-шников, а также для проектировщиков электроники вводятся льготные ставки по налогу на прибыль, то есть 3% федеральный бюджет и 0% бюджет субъекта Российской Федерации. Те условия, которые должны соблюсти проектировщики электроники, перечисленные в пункте 1.16 статьи 286, да, то есть там должна соблюдаться доля доходов, специализированных по проектированию разработки электронной компонентной базы прежде всего, да, я не буду с вашего позволения на этом подробно останавливаться, и также хочу заметить, что IT-шники, которые занимаются разработкой программных продуктов и монетизацией, будем говорить, своих разработок, тоже вправе применять льготные ставки по налогу на прибыль, 3% федеральный бюджет и 0% бюджет субъекта Российской Федерации. И уточнено, что вот чтобы, да, соблюдать правила для применения 3% ставки по налогу на прибыль, необходимо, чтобы доля специализированных доходов составляла не менее 90%, и в эти специализированные доходы включаются только доходы от разработанных ею программ, да, этой компанией. То есть, если вы чужие программы по лицензионному договору передаете, это не специализированные доходы, которые учитываются вот для льготного налогообложения. Поэтому на это тоже обратите внимание. Но учитывая, что у нас аудитория все-таки не все IT-шники, с вашего позволения, я не буду так глубоко останавливаться на применении ставки по налогу на прибыль для IT-компании. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Значит, но не могу не сказать о разъяснениях Минфина тоже. Значит, вот чтобы те же IT-шники применяли 3% ставку по налогу на прибыль, как я уже сказала, доля специализированных доходов, их должна быть не менее 90%. И вот в эти специализированные доходы, также, говорено, не включаются доходы от предоставления прав пользования программ для ИВМ, базы данных, если такие права состоят в получении возможности распространять рекламную информацию, получать доступ к такой рекламной информации, размещать предложения о приобретении товаров или заключать сделки. Кстати, аналогичное исключение, забегая вперед, будет и по налогу на добавленную стоимость в отношении российских программ, которые будут, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость с 2021 года. Я сейчас об этом расскажу. И вот, на мой взгляд, очень коряво сформулирована норма, потому что непонятно, то есть что именно не должно включаться в доходы. Если у меня один из функционалов программы, например, возможно сделать рекламные рассылки, то уже это право, передача прав не относится к специализированным доходам. Или же если под, будем говорить, под прикрытием передачи прав, я просто оказываю услуги по предоставлению доступа к платформе. То есть как это трактовать? На мой взгляд, можно было это все прописать в налоговом кодексе, но пока Минфин сделал разъяснение. Кому интересно, посмотрите письмо от 18 декабря 2020 года, где на конкретных примерах разъяснил, какие программы подходят под рекламно-торговые, не дают, скажем так, вот этой специализированной выручки, учитываемой для применения льготы по налогу на прибыль, а какие нет. Вот из разъяснения я поняла, сделала для себя вывод, что по сути вот эти все исключения направлены исключительно для того, чтобы исключить из доходов специализированных, по сути говоря, услуги по предоставлению доступа к электронной торговой площадке. Минфин сказал, да, если вы передаете права на программу, предоставляющую доступ к электронной торговой площадке, это вот как раз рекламно-торговое ПО, которое относится к исключениям. А если вы передаете права на программы, которые позволяют осуществлять документы оборот, на так называемые СРМ-программы, которые ведут ваших клиентов, то есть которые осуществляют выполнение программы лояльности, то есть смотрят, как осуществляются сделки с клиентами, что они там купили и так далее, то есть поддерживают программы лояльности, то в частности, или там программы, позволяющие конструировать сайты, то в этом случае Минфин сказал, что все нормально, то есть это не рекламно-торговое ПО, это нормальные права на программные продукты, которые учитываются в льготной выручке, дающей право на применение, соответственно, льготной ставки по налогу на прибыль. Что касается НДС, здесь тоже был так называемый IT-маневр, но перед этим хочу напомнить, что передача прав на изобретение полезной модели, промышленные образцы, секреты ноу-хау, передаваемые на основании лицензионного договора с 1 января 2021 года по-прежнему будут освобождаться от НДС, но просто эта льгота переезжает из-под пункта 26 под пункт 26.1, пункта 2 статьи 149, а в пункте 26 у нас остаются только права на программы ИВМ. И вот здесь обратите внимание, это касается всех, не только айтишников и потребителей программных продуктов, потому что мы должны понимать, что, собственно говоря, происходит, почему там увеличилась, например, стоимость программного продукта. С 1 января 2021 года от НДС будет освобождаться только передача прав на программы и базы данных, включенные в Единый российский реестр программ и баз данных, программы для ИВМ и базы данных. Правила включения программ в российский реестр утверждены Минкомсвязи. Я его посмотрела и пришла к выводу, что программы будут включены в реестр, если у меня определенная структура участников в моем уставном капитале. То есть это либо участие Российской Федерации, либо участие российских граждан больше 50%. Так что не все программы, разработанные российскими компаниями, могут попасть в российский реестр. И даже если попадут, сейчас уже пошли вопросы. То есть этот процесс небыстрый. И компания, которая занимается разработкой программных продуктов, говорит о том, что мы можем получить данные, что наша программа включена в реестр уже в 2021 году, когда права на программу будут переданы. Что нам с этим делать? Вот разъяснения Минфина, могу сказать, противоречивы. То есть в одних разъяснениях он говорит о том, что освобождение от НДС будет применяться с момента фактической передачи прав. То есть, условно говоря, если я, предположим, 1 января 2021 года передала права на программный продукт, а 15 февраля моя программа была включена в российский реестр, то вроде бы как вот эта передача должна освобождаться. Но в то же время в другом письме Минфин сказал, что нет, будем освобождать от НДС программы с момента их включения в реестр. Поэтому в моем примере, на мой взгляд, программа должна освобождаться от НДС, только если на момент передачи она уже включена в российский реестр. Ну, если у вас есть такая проблема, сделайте запрос в Минфин, получите персональную консультацию, чтобы в случае, если у налоговых органов будет иное мнение, вы были освобождены от штрафов и пений. И кроме того, даже если ваши программы будут включены в российский реестр, то они не будут освобождаться от НДС, если вот могут, если передача прав состоит в распространении рекламной информации или в возможности заключать сделки. То есть, как мы видели уже в предыдуем, в письме от 18 декабря 2020 года, по сути, это относится только к передаче прав на программы по доступу к электронным площадкам. Все остальные программы, которые именно для работы, будем говорить так, ну, из разъяснения Минфина можно сделать вывод, попадут под освобождение. Но я хочу заметить, что эти изменения больше волнуют даже не тех, у кого программы будут зарегистрированы в российском реестре, а тех, у кого программы в этом реестре зарегистрированы не будут. Или попадут вот это в рекламные программы, то есть вы будете оказывать просто услуги по доступу к торговой площадке. Возникает вопрос, а как быть вот в этот переходный период? То есть, права переданы в 2020 году, оплата в 2021. Или оплата в 2021, права будут переданы в 2020. Значит, весь ориентир на дату передачи товаров, работ, услуг. Фонд 8 статьи 149 говорит о том, что если отменяется или вводится освобождение, мы применяем тот порядок, который действовал на дату отгрузки товаров, работ и услуг, на дату передачи, соответственно, прав на программу ИВМ. Поэтому, если права на программу переданы будут в 2021 году, а деньги получили в 2020 аванс, нет никаких оснований исчислять НДС при получении аванса в 2020 году. Если права будут переданы в 2020 году, а денежки будут в 2021 году, значит, опять же, это будет безНДСная программа, если права передаются по лицензионному договору. Но весь вопрос в том, а что считать датой передачи прав? Когда отчуждение прав здесь понятно, а когда передача прав в пользование непонятно. Вот в частности, Минфин в письме 20 ноября разъяснил, что по договорам заключенным до 2021 года и имеющим длящийся характер с переходом на 2021 год и последующие годы, да, то есть применяются те правила, которые будут действовать в 2021 году. Я нашла старые разъяснения Минфина, в 2009 году еще были данные, когда наоборот, сначала передача прав облагалась НДС, а потом получилось освобождение. И тогда Минфин разъяснял, что с его точки зрения налогообложение зависит от периода фактического использования прав. Ну, извините, права мы передаем там на 5 лет, на год, и что получается, если я сейчас передала, да, права в 2020 году, и в 2021 году этими правами пользуются, то что ж я по кусочку прав, стоимости прав должна НДС начислять? Всякое может быть, конечно, да, то есть более свежих разъяснений Минфина и более четких, к сожалению, нет. На мой взгляд, здесь следует поступать так же, как мы делаем с передачей прав на объекты интеллектуальной собственности. То есть вот это сугубо мое мнение. Значит, на мой взгляд, если вы передаете права и предусмотрен единовременный платеж, то есть вы передали права и, по сути, забыли про них, да, то есть соблюдают условия договора по использованию прав и замечательно, да, но со мной уже рассчитались и делайте с ним, по сути говоря, все, что хотите. То есть скачали мою программу с интернет, поставили галочку по лицензионному договору, да, согласен, все, значит, права, я считаю, я передала тогда, когда мне поставили галочку. Поставили галочку в 2020 году, значит, без НДС по лицензионному договору. Поставят галочку в 2021 году, значит, уже новые правила, которые будут действовать в 2021 году. Если же у меня предусмотрены периодические платежи, в том числе за обновление программного продукта, как, например, обновляются справочно-правовые системы за январь, февраль и так далее, то тогда, да, услуги за январь, февраль и так далее, да, уже будут облагаться по тем правилам, которые будут действовать в 2021 году. Но еще раз хочу сказать, что официальных разъяснений нет. Поэтому каким последствиям приведет вот этот так называемый НДС-манер? Конечно, стоимость иностранных программ будет повышена с 2020 года на 20%. Стоимость нероссийских программ будет повышена. И также есть определенные, кстати говоря, плюсы для тех разработчиков российских программ, которые будут передавать права на программы, зарегистрированные в реестре иностранным партнерам. Два слова буквально еще, Наталья, вот прям вот закончу сейчас с программами и разойдемся. Потому что практика показывает, то есть вопросы возникают именно у российских компаний, которые приобретают в том числе иностранные продукты, да, или вы иностранцам права на программные продукты передаете. Значит, смотрите, если вы передаете права иностранным компаниям, да, иностранным лицам на программные продукты, то как сейчас, так и в 2021 году объекта обложения НДС у вас не возникает. Места реализации нет территории России. Но, как я уже сказала, будет со следующего года плюс. Когда вы передаете права на программные продукты, если эти программы и продукты зарегистрированы в российском реестре, то вы сможете принять к вычету входной НДС по маркетинговым и рекламным услугам, относящимся к вот этим российским программам. То есть, несмотря на то, что программные продукты российские, да, будут поименованы в статье 149 налогового кодекса. Если вы, если речь идет о приобретении программных продуктов у иностранных лиц, да, то вы не являетесь налоговыми агентами, если эти программные продукты скачиваете через интернет, вам через интернет эти программные продукты, да, направляют. Иностранцы сами должны платить наш НДС в российский бюджет. И здесь хочу обратить ваше внимание, что предусмотрен переходный период для иностранных компаний. Посмотрите письмо от 8 декабря. Смысл такой же, как и был при переходе со ставки 18 на 20 процентов. Значит, если аванс в счет передачи прав в 21 году вы перечислили иностранные компании в 20 году, НДС нет, то есть иностранец вам уже НДС предъявлять не будет, да, даже если будет передавать права в 21 году на программу. Если услуги по передаче прав будут оказаны сейчас, а оплачивать иностранцу будете в 21 году, то тоже НДС он вам уже предъявлять не будет. То есть если, получается, вы оплатите сейчас авансом, да, или вам передадут права сейчас, оплатить будете потом, налог на добавленную стоимость по иностранным продуктам у вас не будет. Поэтому иностранному продукту. Как видите, изменений масса. С 1 января 2021 года также освобождаются услуги операторов финансовой платформы. Но это продолжение темы. То есть изменений по налогу на добавленную стоимость в том числе тоже много. Они могут быть узкоспециализированы. Ждем изменений с 1 июля 2021 года. Будут обновлены формы счетов, фактур и так далее. И пока хочу напомнить, что за четвертый квартал мы должны сдать декларацию по НДС по обновленной форме. Тоже все меняется, отчетность меняется. Просто изменения сыпятся на бухгалтерию компании. И здесь я хочу заметить, что, конечно, тут и за бухгалтерским учетом нужно усредить. С 1 января 5 ФСБУ становится обязательным. И бухгалтерии еще с этим нужно разобраться. И поэтому дел, конечно, у бухгалтерии масса. Но я хочу заметить, что практика наших аудиторских проверок показала, что, безусловно, бухгалтеров, даже если их компания подлежит обязательному аудиту, прежде всего волнует даже недостоверность бухгалтерской отчетности, а именно налоги. Потому что за налоги их спросят, налоговая служба. За налоги они будут отвечать перед руководителем. И каждый, в общем-то, хочет спать спокойно. Мы давно поняли, что не устраивает компании просто проведение обязательного классического аудита. Когда налоги смотрят постольку поскольку, это может оказать влияние на финансовую отчетность. И поэтому в нашей компании вы можете провести аудит с пользой для себя, то есть получить большую пользу от проведения обязательного аудита со своим персональным техзаданием. То есть хотите, посмотрим более внимательно там НДС, налог на прибыль. Хотите весь налоговый учет, посмотрим сплошным методом, чтобы как в рекламе все спали спокойно и были уверены, что с налогами все замечательно. То есть вы можете формулировать свое техзадание, даже и там кадровый аудит туда включить, если хотите. Сделать подарок своему там отделу кадров. Поэтому, кроме того, вы сейчас можете получить дополнительные бонусные часы в подарок консалтинга. То есть у нас всегда для клиентов есть много-много подарков. А если вы заказываете системно-комплексный аудит, то есть мы проверяем углубленно весь налоговый учет, то вы получаете еще и страховку от налоговых претензий. То есть если за проверенный период что-то доначисляет потом налоговое, мы предоставляем юридическую защиту, а если отбить не удастся, то компания Ингострах компенсирует штрафы и пении. И также хочу сказать, что все-таки скоро Новый год. Я вас поздравляю всех с наступающим Новым годом. Мы понимаем, как непросто финансовой службе уследить за всеми нововведениями, и поэтому решили подарить полезные подарки. То есть вы можете навести свой телефонный QR-код, перейти на наш сайт и скачать оттуда полезные подарки, или потом перейти с презентации на наш сайт и тоже скачать полезные подарки. То есть мы дарим шпаргалку по учетной политике, чтобы не забыли, какие нововведения нужно отразить в учетной политике с 1 января 2021 года. Мы дарим шпаргалку по налоговому контролю, где, кстати, Наталья Наталюк написала простым языком, как нужно действовать в тех или иных экстремальных ситуациях. Если к вам пришла проверка, если получили требования о представлении документов, подарите эту шпаргалку вашему руководителю тоже, и будет приятно. И если вы рассматриваете уже проведение аудита и хотите узнать стоимость проведения аудита, вы можете это сделать буквально за одну минуту. Узнаете стоимость аудита в нашей компании. И если вы заполните анкету на проведение аудита, то вы совершенно бесплатно получите 4-часовой курс Ирины Лехникевич, где она на примерах говорит о том, как с 1 января 2020 года следовало применять изменения 18 ПБУ. Практика аудиторских проверок уже показала, что более 20% клиентов как-то вот, кто программу не так настроил, кто просто не захотел разбираться с 18 ПБУ. Поэтому проведите хотя бы своеобразный аудит своей бухгалтерской отчетности самостоятельно, сделайте идеальную бухгалтерскую отчетность, чтобы, даже если вы не подлежите обязательному аудиту, то, чтобы бухгалтерскую отчетность в идеальном виде направить в ФНС, вот просто без каких-либо нареканий. В принципе, у меня все. Наталья, есть ли какие-то вопросы? Я вот чуть-чуть тут немножко задержалась. Спасибо, Виктория, большое спасибо. Действительно, очень интересно читаю, вот просто радуюсь. Коллеги, спасибо за обратную связь, большая благодарность Виктории. И раз мы заговорили о подарках, просто еще раз хочу напомнить о том, что для всех участников, специально для вас, дорогие наши, мы подготовили скидку 15% на все виды аудита. Причем для того, чтобы получить данную скидку, нужно еще иметь промокод. Данный промокод сейчас вам скинут в чат. Обратите внимание, цифро правовес 24. Успейте до конца года получить замечательную скидку на аудит компании «Правовес Аудит». Будем рады видеть вас в качестве наших дорогих клиентов. Виктория, большое спасибо. Вопросы есть? Коллеги, поскольку немножко ограничено во времени, я сейчас задам Виктории буквально один вопрос. Но те вопросы, которые поступают в чат, обязательно они без ответа не останутся. Я отвечу, конечно, в чате. Да, конечно, в течение вебинара обязательно ответы вы получите. Итак, вопрос. Надо ли при вкладе в имущество передающей стороне восстанавливать НДС? Или это все-таки реализация передающей стороны? Ну, вы знаете, вообще-то до сих пор спорный вопрос. Надо или не надо? То есть официальная позиция такова. При вкладе в имущество, если вы делаете вклад именно имуществом, например, основное средство передаете, налоговые органы считают, что это реализация. То есть у вас реализация, возникает объект по налогу на добавленную стоимость. Соответственно, вы начисляете НДС с безвозмездной реализацией, хотя, на мой взгляд, это не безвозмездная реализация. Поэтому здесь не восстановление, а здесь начисление. Но были, безусловно, судебные решения, которые говорили о том, что это инвестиции. Инвестиции – это не объект по налогу на добавленную стоимость. Поэтому, соответственно, если вы считаете, что это не объект, тогда, получается, нужно восстановить НДС с остаточной стоимостью основного средства, если вы передаете. Или если передаете, например, товары в качестве вклада в имущество, то тоже нужно восстановить НДС будет передающей стороне. То есть вот здесь вот до сих пор этот вопрос с точки зрения НДС спорный. Как квалифицировать вклад в имущество? Пока понятно. Да, Виктория, спасибо большое.